Татьяна Алексеевна, для вас вопрос от слушателя, у которого очень сложное имя и отчество. Пока, пока. КПРФ не является коммунистической партией, но у многих людей КПРФ ассоциируется с коммунистами. Имея в виду КПРФ, разные блогеры произносят «коммуняки», «коммунисты», «компартии». Это укрепляет ассоциацию. В итоге по КПРФ и им подобным обыватель судит о коммунистах, как о православных судят по РПЦ. Надо КПРФ убрать из названия слово «коммунистическое», так как государственной организацией не может быть несоответствующего названия, вводящего граждан в заблуждение. Они должны на официальном уровне исправить это нарушение. Почему в коммунистической партии не указывают на это официально? Совершенно верно отметил товарищ, что КПРФ – это не коммунистическая партия. Но бороться против – это всегда непродуктивно. Рабочая партия России занимается тем, что организовывает рабочий класс и борьбу рабочего класса для того, чтобы добиться советов в итоге, организовать советы. Дело в том, что таких партий, как КПРФ, существует очень много. Мы живем в буржуазном государстве. Сейчас у власти находится буржуазия. Соответственно, государство может существовать в двух формах. Либо это буржуазная демократия, либо это вторая форма фашизма. И вот при буржуазной демократии создается видимость того, что существует демократия. То есть КПРФ создана, это как системная оппозиция. Специально, целенаправленная для того, чтобы уводить за собой людей. И бороться против этого названия совершенно бессмысленно. То есть нужно показывать, как действовать. И что такое настоящая коммунистическая партия. А что такое настоящая коммунистическая партия? Это такая партия, которая борется за диктатуру пролетариата. Вот по этому признаку можно и отличить партию коммунистическую. Если мы начнем разбираться в других партиях, кто же на самом деле за диктатуру пролетариата, то выяснится, что таких партий очень и очень мало. Буквально одна рабочая партия России. Возможно, кто-то еще и заявляет о том, что они за диктатуру пролетариата. Но давайте тогда посмотрим на их организационную структуру. Как происходит принятие решений. Вот в рабочей партии России действительно диктатуру осуществляют рабочие. То есть на собрании, на съезде рабочие составляют большинство голосов, решающих голосов имеют. Допустим, если рабочих 20 человек, то интеллигентов будет голосовать 19. И такой партии на сегодняшний день больше нет. Поэтому мы показываем, как нужно действовать. И наша задача – это не бороться против кого-то. Это бесполезная трата сил. Тем более против вот такой большой партии. И показывать, и бороться с витринными мельницами. Вести за собой рабочий класс, объяснять интеллигенции, на чью сторону она должна встать. Обучать интеллигенцию и рабочих, чем занимается рабочая партия в Красном университете. И это продуктивно. То есть борьба за диктатуру пролетариата. Если я правильно понял, поправьте, если что-то неправильно. То есть очень много буржуазных партий, которые прикрываются коммунистической риторикой. И если мы будем судиться, разбираться с каждой партией, мы будем тратить очень непродуктивно наши ресурсы. Гораздо эффективнее – это заниматься своим ресурсом, выращивать его, увеличивать количество коммунистов через просвещение, через реальную работу. И это со временем переменит ситуацию. То есть лучше свою грядку окучивать и ее развивать. Совершенно верно. С другой стороны, КПРФ, КПРФ, она сама себя дискредитирует. Все эти годы она принимает участие в решении вопросов, во всех голосует на стороне, практически всегда на стороне буржуазии. Несмотря на какие-то заявления громкие, все равно по факту мы видим, что борьба за права рабочего класса не происходит. И большинство трудящихся сами разочаровываются. В итоге, какой бы лидер ни стоял, там Зюганов или там идет очередной кто-то. То есть в итоге люди сами разбираются, что не происходит движение, улучшение не происходит. И народ у нас не глупый. То есть 30 лет показали, что название может не соответствовать сущности. Я вот сейчас подумал, что если вдруг, не дай бог, Зюганов придет к власти, станет президентом, то это будет даже хуже, чем то, что мы сейчас имеем. Потому что он развалит и то капиталистическое хозяйство, которое криво-косвенно начинает складываться. Получится, наверное, еще хуже. Ну, дело в том, что, во-первых, он не придет к власти. Это просто, да, разрешат. Ну, а если он придет, то вообще за ним будет стоять тот класс, кто приходит к власти. Почему вот какой-то президент долгого власти. Это не президент власти. То есть это какой-то класс, который действительно владеет государством. Это владельцы собственности. И когда этот класс не меняется, то, соответственно, президент его не может поменяться, если он устраивает во всем этот класс. То, соответственно, если не будет устраивать, если они решат, что это Зюганов, им сейчас выгоднее Зюганова. Но в итоге этот класс выставит Зюганова. И тогда, может быть, какие-то социальные реформы для вида проведутся. На какое-то время хватит успокоить народ. Не устроит Зюганов, его выкинут. Соответственно, нового президента назначат. Пока устраивает правящий класс этот президент. Пока будет устраивать, пока будет какой-то баланс сохраняться, так и будет. То есть в 2024 году опять будет Медведев, а потом опять будет... Нет, но если они увидят, что народ уже этого не терпит, то тогда они поменяют картинку. А пока будет вот так, как пока. К тому же надо помнить, что, конечно, народ у нас очень доверчивый. Действительно. Несмотря на то, что КПСС настолько жестко обманула народ. Начиная с 1956 года практически произошел захват власти. И планы по захвату власти были озвучены еще в 1937 году на допросах. Однако же, буржуазии ослабив войной наш народ, отобрав жизни лучших коммунистов, забрав лучших комсомольцев, ослабив этим партию, в итоге, воспользовавшись смертью Сталина, захватила власть. И все эти годы под именем, вот под этой вывеской, да, КПСС, происходила смена политического строя, экономические реформы. И это было сделано так ловко и так хитро. То есть народу объявлено было, что действительно, вот, скоро наступит коммунизм, все будет хорошо. И вот ослабленный войной народ просто не разобрался и не понял. Потому что нужно было восстанавливать жизнь, хотелось вздохнуть, хотелось рожать детей, работать, восстанавливать страну. И вот так, по-хитрому, это произошло. Но, однако же, только сейчас, вот только сейчас, стали в этом разбираться и об этом говорить, что это уже было давно, это не было в 1993 году только. Эта смена произошла давно. И поэтому вот такой усыпленный народ, в общем-то, он и не понял этого подлога. А если разобраться, этот процесс идет очень-очень давно уже. Постепенно, постепенно и рабочая партия России ведет такую пропаганду и на теоретическом уровне, и на идеологическом. Все это объясняет. Мы пишем статьи, мы об этом постоянно говорим. Вот. И у нас просмотры в интернете, вот на ютубе большое количество просмотров наших таких вот образовательных роликов. Красный университет смотрит. Народ прислушивается, понимает, начинает разбираться, что вывеска – это еще не значит сущность. Поэтому вот та партия, которая за диктатуру пролетариата, вот это и есть настоящая коммунистическая партия. За такой партией нужно идти, ей можно верить. От себя добавлю, что три состава коммунистической партии потеряли Великую Отечественную войну. А это получается порядка 9 миллионов человек. Да, это были лучшие. Кто смело шел в бой, действительно, это были комсомольцы. Самые лучшие были. Так вот именно сейчас, за что тогда бороться? Что вы скажете? А смотря кому бороться? Просто обычному человеку. Обычному человеку, далекому от политики. Нет, который уже недалек, раз задает такой вопрос. Бороться. Да. Бороться за то, чтобы, во-первых, за свое образование, за то, чтобы обрести истину. Если человек задастся такой целью, он постепенно выберется вот из этого липкого клубка лжи, который его опутывает на каждом шагу. То есть ты только хочешь выбраться. Вот тебе, пожалуйста, коммунистическая партия Российской Федерации. Ты только хочешь выбраться. Вот тебе, пожалуйста, там, не знаю, ЛДПР, да? Только. А вот Навальный, пожалуйста. Да, все буржи плохие. Коммунисты плохие. И вот на любой вкус, то есть каждая ступень задерживает человека в приближении. Но если ты хочешь, действительно, если ты будешь думать каждый раз, будешь прислушиваться, будешь идти дальше шаг за шагом, то ты неминуемо придешь в рабочую партию России. Вот, потому что классики об этом говорили. Маркс и Энгельс и Ленин, и Сталин, как ленинец, все они говорили о том, что диктатура пролетариата – это главное в государстве. Пока государство будет существовать, и диктатура пролетариата постепенно уничтожит классы. Только тогда мы придем к бесклассовому обществу через диктатуру пролетариата, никак иначе. То есть сразу мы перепрыгнуть в счастье не можем построить вот это государство справедливости. Только постепенно уничтожая вот это сопротивление, которое неминуемо останется вот этих классов, да? Даже, так сказать, мелкобуржуазные тенденции вот эти нужно уничтожать, постоянно с ними бороться, да? И только так мы можем построить вот это государство справедливости. Никакие просто социальные реформы частичные не помогут. Это как мертвому припаркингу. Единственное, что сейчас вот я там видела тоже вопрос такой интересный, что а может быть и лучше, чем хуже, тем и лучше. Да. Ну давайте мы как бы вот рабочий класс, давайте мы ему сделаем там 12 часов, да? И давайте мы его там загоним вообще в такие условия, чтобы он не мог уже. Вот тогда, когда у нас звереет от таких условий, тогда мы и вот он подвигнется на революцию, на какие-то изменения, да, на организацию. Но это совсем не так, потому что Ленин об этом говорил, что нам не все равно, в каком состоянии рабочий класс придет к революции, да? Потому что сил в обществе много, недовольных много, есть там масса такой интеллигенции, да, студенчества, как всегда, которые активны, и они готовы бежать на митинги, а что делать, они не знают, и как взять эту власть, они не знают. Ну и вот к этому моменту должен быть рабочий класс организован, а для этого нужно время, для этого не нужно его, конечно, вгонять в такие условия, когда он уже не сможет организоваться. Поэтому Рабочая партия России борется за 6-часовой рабочий день, чтобы рабочий класс России к тому времени, когда действительно это будет нужно, да, и когда этот момент настанет, чтобы он был организован, сплочен и образован. И не просто так борется за 6-часовой рабочий день, а чтобы в освобожденное время учиться, учиться и учиться. Да, обязательно, да. Поэтому надеемся рабочих увидеть в Красном университете в этом году. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.